Стартовала всероссийская акция «Безопасность детства», которая будет проходить до марта следующего года. И первое мероприятие в рамках акции составилось в 17-й гимназии Черкеска. Занятия по формированию навыков безопасности слушала и Алла Динаева. Учащихся 5-х, 6-х, 7-х параллельных классов 17-й гимназии Черкеска собрал один общий, интересный и познавательный урок «Формирование навыков безопасного поведения. Способы защиты от чрезвычайных ситуаций». Преподаватель учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям РГБУ Центра гражданской обороны Наталья Александровна рассказала о средствах индивидуальной защиты, какими они бывают, и на примере показала, как их использовать и в каких случаях. Все остальные пальчики находятся внутри маски. Затем маску надеваем с подбородка и быстрыми движениями натягиваем ее на затылок. Но прежде чем мы надеваем маску, мы сначала затаяем дыхание, задерживаем дыхание, закрываем глазки и быстро надеваем. Потом выдыхаем и открываем глазки. Это занятие детям очень понравилось, и они освоили его хорошо. «Выдохнул, глазки открыл. Дышишь? Дышишь? Нормально дышать? Вот, все. Ну, все, теперь снимай. Так же снизу. Так же растягивай. Вот так. Все. Вот так. Все, молодец». А старший преподаватель Центра гражданской обороны Татьяна Булавинцева рассказала школьникам о сигналах гражданской обороны, что необходимо делать в той или иной ситуации, когда они услышали сирену, куда нужно идти, что нужно включить и что прослушать. «Мне понравилось примерять противогаз. Я это первый раз в своей жизни делаю. И я теперь знаю, откуда надо его одевать и как его надо снимать, и что нужно делать перед тем, как одеть противогаз». И ученика 6-го А-класса Руслана Хопчаева занятие впечатлило, и он охотно делится знаниями. «Закрыть все двери, окна». «Это надо сделать очень быстро. Что еще помимо еды надо взять?» «Надо взять документы и спуститься, если в вашем доме есть подвал или бункер, или же цокольный этаж. Надо спуститься туда, там укрываться. Если же нету, то надо выбежать на улицу в противогазе уже, который надо обладать за 7 секунд». «Закрепила свои знания. Что запомнилось?» «Сирены. Их четыре вида я запомнила». «Одна из задач нашего государства – это защита населения при чрезвычайной ситуации. Поэтому мы учебно-методическим центром, преподаватели, помимо того, что мы проводим занятия с работающим по области ГОЧС, повышаем им квалификацию в то или иное направление, мы, конечно, проводим, делаем такую ставку на подрастающее поколение. Ведь очень важно систематически детям напоминать каких-то об основных правилах безопасности. Это очень важно, потому что дети – наше будущее». «Конкретно учим ребят, с какой стороны выходить, где эвакуационные выходы, сколько у нас эвакуационных выходов, как правильно себя вести, чтобы не было потом давки. Чтобы ребята это знали. Вот просыпаются ночью, чтобы разбудили, а они, как отчинаш, говорят, в какую сторону надо идти, какие конкретно параллели. Очень нравится, чтобы мы просто несем большую ответственность за детей. Это наше будущее. Понимаете? Вот будущее нашей страны». «Систематически напоминать правила, закреплять знания, которыми делимся мы и учителя на уроках ОБЖ в школе. Все это делается для того, чтобы дети хорошо усвоили уроки безопасности». Алладинаева, Али Бастанов, Вести, Крачево, Черкесия.